Между тем, выступивший на форуме министр финансов США Стивен Млучин заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к торговой войне, но Вашингтон и не боится, если это произойдет. Мы должны быть готовы снова действовать в интересах США, защищать свободную и справедливую взаимную торговлю. При этом всегда есть риск, что если мы повышаем тарифы, то другие страны ответят тем же, и существует риск торговой войны. Наш президент сказал, что мы не боимся торговой войны, учитывая размер нашего рынка, размер нашей экономики и тот факт, что у нас большой торговый дефицит. Однако торговая война не наша цель. Главная цель США, по словам главы казначейства, заключается в том, чтобы увидеть, как Китай открывает свои рынки. После вступления в силу повышенных тарифов уже в эту пятницу могут пострадать китайские производители технических и телекоммуникационных продуктов на общую сумму 60 миллиардов долларов. При этом 25-процентные пошлины на импорт стали и 10-процентные пошлины на алюминий не могут не затронуть и Европу. Я думаю, важно, чтобы все участники «Большой двадцатки» ясно осознавали угрозы, связанные с перепроизводством стали. В декларации G20 на эту тему подчеркивается необходимость дальнейшего диалога, и это, пожалуй, единственный заметный прогресс в попытках снизить негативные последствия повышения тарифов в США. Вместо этого «Большая двадцатка» признаёт роль законных инструментов для защиты Соединёнными Штатами своих торговых интересов, что, по мнению аналитиков, даёт США больше пространства для аргументации своей позиции. «Это всё не просто про США и протекционизм. Да, вокруг них на эту тему много шума. Но если копнуть глубже, все играют за себя, исключительно ради своей пользы. И я думаю, США в стремлении к этому просто нарушают сложившийся статус-кво». ЕС сейчас добивается для себя исключений в новой тарифной политике США, подобно тем, которые были обещаны президентом Трампом в Канаде и Мексике. Однако это не мешает Евросоюзу на всякий случай готовить ответные пошлины на американские товары. Всё это в очередной раз подтверждает, что в нависшей над миром торговой войне будет трудно определить победивших и проигравших.